Всем привет, всем здравствуйте! И сегодня мы опять готовим вкусный, легкий, сезонный рецепт. Главным актером этого выпуска выступает свекла. В Португалии в месяце мая в продажу поступает свекла уже этого года. Именно поэтому я выбрала именно свеклу в качестве главного ингредиента нашего гастрономического приключения. Это блюдо прекрасно подойдет под бокальчик вина в виде закуски, а также этот рецепт может стать самостоятельным блюдом. Нам потребуется одна свекла средних размеров, одна груша. У меня португальская груша Pera Rocha. В переводе означает груша-камень. Нам понадобится козий сыр. Я использую португальский козий сыр с небольшой выдержкой. Как альтернативу можно использовать сыр фета или моцареллу, например. Ножка рукулы для зелени и грецкий орех. В оригинальном рецепте заправка сделана на основе масла грецкого ореха. Если у вас нет масла грецкого ореха, не расстраивайтесь. Я буду делать на основе оливкового масла. Нам потребуется жидкий мед, бальзамический уксус, соль, перец по вкусу. Помимо ингредиентов нам потребуется сковородка-гриль, на которой мы будем грилить грушу и свеклу. А также вторая сковородка, на которой мы обжарим наш грецкий орех. Поехали! Два основных и главных ингредиента это свекла и груша. Первую будем нарезать грушу, так как свекла она все красит. И чтобы мы не покрасили все остальное, желательно начать с ингредиентов, которые нас не красят. Грушу будем нарезать дольками поперек, примерно толщиной в один сантиметр. Мне понадобится отваренная свекла. Если вы боитесь покрасить пальцы рук, используйте перчатки. Тоже нарезаем примерно толщиной один сантиметр кружки из свеклы. Для обжарки грецкого ореха нам не потребуется никакой жирности. Главное, чтобы сковородка была не пригорающая. Для обжарки груши я добавлю чуть-чуть оливкового масла. У меня цельный грецкий орех, поэтому перед тем, как его обжаривать, я его слегка поломаю на несколько частей. Обжарка орехов нам поможет раскрыть аромат самого грецкого ореха, который мы почувствуем в нашем блюде. Пока сковородки нагреваются, нам необходимо сделать заправку для нашего лата. Для нашей заправки потребуется 2 ложки бальзамического уксуса, 1 чайная ложка меда, соль и перец. Пока сковородка нагрелась, я уже выложу на нее грушу. Как только груша обжарится с одной стороны, мы ее перевернем на другую. Я добавлю сюда соли. И это все теперь надо хорошенько перемешать. Перед тем, как мы добавим оливковое масло или масло грецкого ореха. Теперь потихонечку в наш соус, потихонечку добавляем или оливковое масло, или масло грецкого ореха. И это все перемешиваем. Как вы видите, процесс достаточно быстрый. Нарезаем свеклу, нарезаем грушу, обжариваем грушу, обжариваем свеклу с двух сторон, параллельно обжариваем грецкий орех и потом это все выкладываем на тарелку. Чтобы подчеркнуть вкус сладкого блюда, в него необходимо добавить чуть-чуть соли. Если у вас есть именно хлопьевые соли, это более нежный слой соли, то это момент, когда этим можно воспользоваться в этом блюде. Выкладываем на гриль свеклу. Свеклу также обжариваем с двух сторон. Вы увидите, что она при обжарке поменяет немножко свой цвет. Яркий цвет станет более оранжевым. Как вы видите, свекла уже чуть-чуть поменяла свой цвет и оно и хорошо. Здесь тоже можем чуть-чуть подсолить, чтобы свекла раскрыла свои вкусовые качества и показалась нам во всей своей красе. Составляющие части нашего блюда почти готовы. Ждем, когда обгрилится со второй стороны наша свекла и уже сможем раскладывать это все на тарелке или делать плейтинг. А по-португальски это называется эмпротаменту. Для эмпротаменту или сервировки блюда нам понадобится тарелка. Я выбрала вот такую. Она прекрасно подойдет под закусочную. Если свекла очень большая, я предлагаю ее разрезать на такие половинки. Сервировка заключается в том, что мы будем раскладывать эти ингредиенты слоями. Берем слой груши и слой свеклы. Теперь поверх этого всего мы уложим сыр. Я предлагаю брать именно так вот руками, будь то фетто, будь то козий сыр с небольшой выдержкой, ломать небольшими кусочками и раскладывать поверх наши свеклы и груши. Так вот выглядит наше блюдо уже с козьим сыром. Перед тем, как мы будем поливать наш салат заправкой, в нашу заправку необходимо положить одну часть из обжаренных орешков. Теперь поверх этого мы нальем заправки. Теперь мы добавляем чуть-чуть руклу, чтобы все было еще намного легче и прекрасней. И отправляем нашей заправкой саму руклу и поверх всего этого еще чуть-чуть свежеобжаренных орешков. Вот наше блюдо, в принципе, готово. Смотрите, какая красота. Это блюдо все-таки подавать чуть-чуть еще теплым. Оно будет и неплохим, когда совсем остынет, но пока все ингредиенты слегка теплые, они дают дополнительный аромат. Поэтому вот такая презентация блюда, сервировка. И я думаю, это прекрасный весенний салат, который можно сопроводить бокальчиком розового вина. Обратите внимание на вина из региона Дору и Дау. Как бы странно ни казалось, в регионе Дору производят не только крепленые вина Портвейн. Там климат позволяет производить очень хорошие белые и розовые вина. И, конечно же, красные. Но розовые вина вас приятно удивят. Спасибо за ваше внимание и до скорых встреч! Пока-пока!